Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья! Уважаемые телезрители в студии RTN в Бруклине, город Нью-Йорк в программе «У нас в Америке». С вами Арий Каган. Хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели. Сейчас начался бюджетный сезон в Горсовете Нью-Йорка. Здесь обсуждают бюджет на следующий финансовый год, который должен вступить в силу с 1 июля. И вот совсем недавно в Горсовете в большой торжественной обстановке объявили, что нашли в середине финансового года дополнительные 6 миллиардов долларов и требуют, чтобы эти 6 миллиардов долларов были немедленно истрачены на восстановление любых бюджетных сокращений, сделанных в предыдущем году. В первую очередь, о том, чтобы были восстановлены все бюджетные сокращения на систему библиотек, госпиталей или школ. Здесь нужно заметить, что деньги нашлись не случайно. Мы говорим про 6 миллиардов долларов, не 5 копеек. Откуда же взялись эти 6 миллиардов? Но, во-первых, налоговые поступления гораздо более щедрые, чем ожидалось. Стоит ли этому радоваться? С одной стороны, казалось бы, замечательно. С другой стороны, когда внимательно посмотришь, откуда взялись эти 6 миллиардов и какие налоговые поступления, то уже радость немножко пригасает. Значит, наибольшее количество поступлений было от налогов на недвижимость. Налоги на недвижимость в городе Нью-Йорке продолжают расти и в процентном отношении, и в денежном выражении. Это значит, что домовладельцы, владельцы недвижимости в городе Нью-Йорке платят все больше и больше налогов. Наверное, потому что дорожает недвижимость. И раз недвижимость дорожает, нужно платить больше налогов. Вот эти ассессменты, текст ассессменты, все время увеличиваются. И людям приходится платить все больше и больше, даже если они просто живут в этих домах, даже если у них одно или двухсемейные дома. И уже много лет призывают жители, владельцы недвижимости в городе Нью-Йорке, владельцы, особенно малые домовладельцы, у которых одно или двухсемейные дома, где они сами живут, а даже в аренду не сдают. Они просят, чтобы была реформа системы выплат налогов на недвижимость. Эта реформа может быть произведена только на уровне штата Нью-Йорк. У нас сегодня ненормальная ситуация, когда некоторые дома, которые очень дорогие, например, в районе Парк Слоу, за них платят налоги в 5, в 6, иногда в 10 раз меньше, чем за односемейный дом где-нибудь, скажем, в Грейвсенде, в Южном Бруклине. То есть это ненормальная ситуация, когда очень дорогие многомиллионные дома, а на них налоги на недвижимость небольшие. И наоборот, одно и двухсемейные дома, налоги огромные. И уже много-много лет призывают сделать эту реформу, и все время обещают, была комиссия создана по налоговой реформе, в том числе на уровне города Нью-Йорка, но до сих пор такой реформы так и не провели. Поэтому резкое увеличение поступления в казну города от налогов, в первую очередь за счет домовладельцев, причем не самых богатых домовладельцев. И я не думаю, что стоит этому радоваться. Вторая причина, по которой такие большие суммы добавились в казну города Нью-Йорка, это минувшая мягкая зима. Как вы знаете, снега почти не было, снежных заносов почти не было, снегоуборочные машины применять не приходилось, сэкономили очень большие суммы. И на машинах, и на работниках департамента коммунального хозяйства, на уборках. В общем, это тоже была большая экономия. Ну и наконец, сегодня на различных должностях в городском правительстве, в различных агентствах 21 тысяча вакансий никем не заполнено. То есть они пустующие, эти вакансии. Если в некоторых департаментах или агентствах, я бы сказал, ничего страшного, если эти вакансии остаются, то в других местах очень даже страшно, когда не хватает, например, полицейских, не хватает пожарных или не хватает охранников тюрем. Тут вряд ли можно обрадоваться тому, что эти вакансии не заполняются. Но 21 тысяча вакансий не заполнено, в том числе в школах, госпиталях, в библиотеках, в социальных службах, во всех департаментах города Нью-Йорка, в общей сложности, это очень много. И при том, что рекламируют это дело на веб-сайтах, объявляют везде, пожалуйста, сдавайте экзамены на городские работы, идите работайте. Постоянно я вижу эти объявления, но все равно очень многие вакансии сохраняются. Еще раз говорю, в одних департаментах можно только приветствовать, что есть вакансии, а в других, наоборот, нужно немедленно заполнять. И сразу встал вопрос, как деньги эти истратить, эти 6 миллиардов долларов. Если вы думаете, что сразу решили сократить налоги работающим нью-йоркцам, внести, сделать все возможное для укрепления общественной безопасности, то вы поторопились. Но мы же имеем дело с нашим замечательным городским советом Нью-Йорка, где есть 51 депутата, 6 республиканцы, остальные демократы, консервативных трое, остальные так называемые прогрессив демократы и социалисты. А у них совсем другие идеи, как деньги нужно тратить, например, на помощь мигрантам в ночлежках для бездомных или на другие цели. Так вот, например, много лет уже мы говорим о том, что не хватает полицейских в городе Нью-Йорке. Сегодня в городской полиции работает чуть больше 32 тысяч полицейских. Для сравнения, 3 года тому назад было 35 тысяч полицейских. В 2000 году было 40 тысяч полицейских в городе Нью-Йорке, а сегодня 32 с хвостиком тысячи. То есть катастрофически не хватает штатных полицейских. Но, во-первых, идет массовое увольнение с полицией, многие не хотят в ней служить. Ветераны полиции любой ценой пытаются из нее уйти из-за наших сегодняшних законов города и штата Нью-Йорк, при которых полиция, сколько бы она ни ловила преступников, их потом все равно отпускают. И вот это, конечно, вызывает страшное разочарование у стражей порядка. И, кроме того, многие полицейские не хотят идти еще и потому, что вот тоже приняли недавно, например, закон Горсовета Нью-Йорка принял, чтобы полицейские занимались огромным бюрократией, бумаготворчеством. Я уже рассказывал, они должны будут заполнять с 1 июня формы о том, чтобы с кем бы они не побеседовали на улице, должны будут заполнять возраст, цвет кожи и пол того человека, с которым они побеседовали. Кому это нужно? Никому. Но на самом деле 50, 60, 70 форм в день придется заполнять полицейским. Никому не нужных форм для того, чтобы бороться, как заявили авторы этого закона, в частности, общественный адвокат Джуманни Вильямс, для борьбы с расизмом, что, дескать, очень часто останавливают чернокожих и испаноязычных жителей города без оснований. И теперь будем знать, сказал он, как часто мы это полицейские делают. Пусть они пишут цвет кожи, возраст и пол каждого человека, с которым они беседуют. Это, конечно, отвлечет полицейских от выполнения прямых функциональных обязанностей, от борьбы с преступностью. Но кого это сегодня интересует? Так вот, я считаю, что значительную часть этих денег, из этих 6 миллиардов, которые оказались в казне дополнительно, нужно истратить на увеличение численности полицейских, на существенное увеличение численности полицейских. Если говорить про Южный Бруклин, с которым я гораздо лучше знаком, то все капитаны полицейских участков Южного Бруклина мне говорили о том, что им нужно минимум 15-20 дополнительно полицейских. Так что только вот в четырех участках, 60-й, 61-й, 62-й и 68-й участки Южного Бруклина все вот эти руководители участков просили у меня, сделайте, чтобы нам добавили 15 или 20 дополнительных полицейских. Так что я думаю, что нужно как минимум около миллиарда долларов и 6 миллиардов истратить на увеличение числа полицейских в городе Нью-Йорке и на то, чтобы им давали дополнительное, как мы говорим, оборудование, чтобы были видеокамеры, слежения полицейские как можно больше и в парках, и в скверах, и в метро, и на различных узловых местах, на перекрестках, чтобы как можно больше было видеокамер, которые помогали бы ловить преступников. На том же Бордвоке не хватает видеокамер, не хватает камер во многих парках, видеокамер слежения, и в других местах, где они бы очень даже пригодились. Следующая проблема, которую вы, может быть, не знаете, но сегодня в городе Нью-Йорке по вызову 911 в случае пожара выезжают вот эти пожарные машины, как правило, в бригадах 4 пожарных. Это совершенно недостаточно, чтобы было понятно. В 2020 году, то есть совсем не так давно, было 5 пожарных в каждой бригаде. Но вот бюджетное сокращение привели к тому, что сегодня по вызову, как правило, в каждой пожарной бригаде четверо пожарных. Этого совершенно недостаточно. Да, бывает, что они вызывают помощь из соседних районов, да, бывает, что приезжают две бригады, но я считаю, что раз в казне появились дополнительные деньги, обязательно нужно увеличить число пожарных в каждой бригаде. Минимум 5 должно быть. И про это очень давно говорят все пожарные, и те, кто им симпатизирует, и профсоюзы пожарных, и многие общественные лидеры, многие политики говорят, давайте же мы увеличим, раз есть возможность. Но таких предложений в Горсовете демократическое большинство не высказывает. Следующая проблема, о которой тоже уже много лет мы говорим, и вы знаете, какие бывают трагедии, из-за того, что не хватает спасателей на пляжах. В прошлом году мальчик утонул на Куни-Аленде, в прошлом году погиб один человек в районе Фараковой, тоже на пляже. Не хватает спасателей катастрофически. Закрывают некоторые районы пляжей, из-за того, что там нет спасателей. А почему сегодня, даже после увеличения зарплаты спасателей, а сегодня спасательная официальная зарплата на пляжах, 21 доллар в час. Все равно, какие бы усилия департамент парков не предпринимал, по рекрутированию не хватает. Почему же не сделать зарплату 25 долларов в час? И я думаю, желающих тогда работать спасателями на пляжах было бы больше. Ведь эта работа тоже очень-очень непростая. Помимо того, что нужно все время находиться на страшной жаре, целый день сидеть на пляже и смотреть, что происходит, в случае, не дай бог, каких-то ситуаций, нужно делать искусственное дыхание, как говорится, рот в рот. И мало ли какие бывают люди, мало ли какие бывают ситуации. Далеко не все хотят идти работать. Раньше, много лет назад, желающих было больше, в том числе студентов. А теперь желающих очень мало. И поэтому, если зарплату повысит, а это тот же бюджетный вопрос, то спасателей будет больше. Я считаю, что зарплату нужно повысить. И хотя, в том числе и при моем участии, повысили с прежних 18-17 долларов в час до 21, но я считаю, что этого все равно недостаточно. Нужно минимум 25 долларов в час зарплата спасателей на пляже. И раз мы уже заговорили про пляжи, да, еще сезон не наступил пляжный, но вы знаете, сколько лет мы говорим о сломанном обветшавшем бордвоке Брайтона и Кони Аленда. И хотя, благодаря усилиям депутата горсовета Марка Трейгера и при моем содействии тоже удалось выделить на эти цели, на капитальное ремонт и строительство бордвока, 115 миллионов долларов, но городской департамент парков, я уже неоднократно говорил, доказывает с цифрами в руках, что на полную замену обветшавшего бордвока, на замену всей его инфраструктуры, от освещения и кабелей, фонтанчиков с водой, скамеек, туалетов и так далее, и рампы подъездные к бордвоку, нужно, они говорят, в общей сложности, более 600 миллионов долларов. То есть, примерно еще 400 с лишним миллионов не хватает. И просят у федерального правительства эти деньги. Но если у нас в казне 6 миллиардов нарисовалось, образовалось, добавилось налоговых поступлений, чему нужно, конечно, в данном случае, наверное, во все-таки порадоваться. Давайте эти деньги стратим на укрепление общественной безопасности, на укрепление безопасности на пляжах и в парках. И давайте заменим обветшавший бордвок. Теперь же деньги появились, почему же на это не стратить деньги? Кони Айланд и Брайден, и миллион туристов, которые ежегодно посещают эти районы, только обрадуются. Это приведет и к увеличению экономической активности, и к резкому уменьшению числа судебных исков против города Нью-Йорка от покалечившихся на бордвоке. И это своего рода и экономическое развитие, и экономическая активность, и общественная безопасность. Поэтому я считаю, что это тоже приоритет, и тоже на это нужно будет выделить деньги. Но об этом тоже, к сожалению, я не видел на пресс-конференции лидеров Горсовета Нью-Йорка, чтобы кто-то упоминал. Поэтому есть куда и на что и тратить деньги. Но говорили про то, что нужно сделать, чтобы библиотеки работали 7 дней в неделю. Наверное, да, против этого трудно возразить. Что нужно восстановить бюджетное сокращение на все школы. Хотя, конечно, нужно разбираться, какие школы. В некоторых школах количество учеников за последние годы сократилось в 3, в 4, в 5 раз. То есть, мэр все время говорит, что платить школам нужно, исходя из количества учеников, а не просто так, что вот есть школа, здание, давайте давать на него деньги. Нет, нужно давать деньги по количеству учеников. С этим трудно не согласиться. Но вот Горсовет хочет выделять деньги на школы, на библиотеки, чтобы работали 7 дней в неделю, и на госпиталя. На госпиталя, я не возражаю, думаю, что это все мы согласимся. А также на лечение психических заболеваний, с чем тоже трудно не согласиться. И обязательно нужно увеличить количество психиатрических лечебниц в городе Нью-Йорке, потому что это очень острая проблема. Еще об одном вопросе, о котором бы я хотел сегодня поговорить, тоже касается огромного количества людей. Я говорю о проблеме так называемых скватеров. Скватеры или нелегально пробирающиеся в дома люди, это стало очень острой проблемой уже давно в городе Нью-Йорке. Но только сейчас многие горожане узнали о том, что если в городе Нью-Йорке, вот в такой симпатичной доме, как вы видите на своих экранах, залезли вот эти самые скватеры, залезли и прожили каким-то образом там 30 дней, продержались, или зашли законно, например, договорились о чем-то, но через 30 дней не ушли, то через 30 дней выселить их можно только через суд. Во-первых, это потребует огромных расходов на адвокатов. А во-вторых, у нас жилищные суды очень либеральные, и там огромные очереди. Кроме того, если этот скватер не придет в суд, или его адвокат сказал, что вот он заболел там, бесплатный адвокат от Лига Лейтсосайди, сказал, что его клиент заболел, судебное заседание переносится. И вот так мы знаем, что, чтобы выселить вот этих незаконно обитающих в домах людей, иногда занимает год, два, три и даже четыре года иногда занимает. А последние несколько месяцев все нью-йоркские средства массовой информации рассказывают о том, как скватеры побили хозяина дома, убили даже в одном случае женщину, владелицу дома. Или вот сейчас вы увидите на своих экранах дом в Квинсе, там скватеры настолько обнаглели, что когда женщина добилась наконец-то к выселению, поменяла замки у себя в доме, они подали судебный иск против этой женщины и предъявили в качестве доказательства, что они жили там законно, квитанцию из прилегающей закусочной быстрого питания, что они заказали там еду, и вот с доставкой на дом они заказали, и предъявили квитанцию, вот этот ресит, чтобы о этом, они говорят, мы там 30 дней жили. То есть не бил, не счет за электричество, не счет за газ, не счет за телефон даже, и никакие доказательства, что они там жили больше 30 дней, а квитанцию за уплату сэндвичей. В общем, у нас настоящий театр абсурда. В городе Нью-Йорке закон 30 дней, дальше доказывая, выселять можно только через суд. На уровне ассамблеи штата Нью-Йорка, сената штата Нью-Йорк, сейчас внесены законы, внесены они республиканской фракции, о том, чтобы лишить скваттеров их прав, чтобы точно говорить, кто такие скваттеры, а кто такие жильцы, тенантс, и чтобы ни в коем случае права жильцов не смешивать с правами тех, кто незаконно пролез и забрал этот дом. Все это заканчивается очень печально, я уже сказал, в одном случае люди теряют огромные суммы денег или даже дома, в другом случае убили женщину в Квинсе, которая просто пришла в свой родной дом. И вот недавно еще одна история обошла телеканалы Нью-Йорка, она произошла в районе, в бруклинском районе Деккер-Хайтс, там скваттеры настолько обнаглели, что когда владелец дома подал на них в суд, они просто подожгли этот дом, чтобы отомстить за то, что их оттуда выселяют. Вот видите элемент пожара, и перед тем, как уйти из этого дома, который они подожгли, они еще разбили стекла в прилегающих двух домах. Когда полиция их арестовала, прокуратура предъявила им обвинение в поджоге. То есть это все, что было, поджог. А то, что они не хотели выселяться из дома, то, что они терроризировали весь квартал, это никого не волновало. То, что они были скваттерами, это не учитывается. Вот только то, что они подожгли дом, им предъявили обвинение, называется Арзон, в поджоге. Вот за это им предъявили обвинение. А за то, что они терроризировали весь свой район, это никого не волнует. Причем все это произошло в благополучном бруклинском районе Дайкер-Хайтс. Но просто воспользовались тем, что вот такие дурацкие законы в городе и штате Нью-Йорк и безнаказанность. Безнаказанность, я всегда говорю, порождает новые преступления. И в данном конкретном случае это яркий пример. И проблема с Кваттером становится все более и более актуальной. Более того, даже делают уже в социальных сетях, инструктируют новоприбывшие мигранты, которые незаконно прибыли в Америку, делают видео и ставят на социальных сетях, выставляют о том, как именно нужно захватывать приглянувшиеся дома. И я уже читаю в социальных сетях инструкции. Люди пишут, что когда вы уезжаете больше, чем на месяц в отпуск, пожалуйста, оставляйте кого-то в доме, просите соседей приглядеть за вашим домом, потому что вы не знаете, что будет с вашими домами, если вы поехали, скажем, за границу или в другой штат больше, чем на месяц. Когда вы возвращаетесь, что будет с вашим домом? Причем это может быть односемейный дом, двусемейный дом. Мы не говорим только про какие-то роскошные большие дома, мы говорим про обычные дома и про обычных домовладельцев. Или другая ситуация, когда кому-то... Мы даже не говорим про жильцов, которые прекращают платить за аренду, которые тоже фактически становятся скваттерами, и таких судебных дел в жилищном суде тоже очень-очень много. Мы уже говорим про тех, кто просто пролез в этот дом без ведома хозяев, что вообще уже чистое преступление. Раньше это называлось criminal trespassing, незаконное пересечение своей частной собственности. Америка, страна, частная собственность. И вот теперь на эту частную собственность в Нью-Йорке начхать хотели и фактически захватывают чужие дома, в лобовую захватывают чужие дома и выкурить их, даже вызвав полицию, практически невозможно. Полиция приезжает и говорит, ну вот они уже здесь 30 дней прожили, ничего сделать не можем, подавайте в суд. Полиция не виновата. Виноваты идиотские законы, которые приняли ультралевые демократы, считая, что вот главными в нашем обществе являются преступники, заключенные тюрьмы, скваттеры, нарушители законов, а никак не законопослушные налогоплательщики, владельцы домов или доброповядочные граждане. Эта чепуха защищает нужно совсем других людей. Ну, не хотелось бы заканчивать на печальной ноте. У нас праздник Пейсах приближается. Я хотел бы поздравить вас с наступающим праздником Пейсах. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Вот, чтобы, когда собираетесь на сейдер, на пасхальным столом, чтобы только были радостные новости. И, конечно же, мира и Америки, и Израиля, чтобы мы не только на Пейсах, но и всегда только получали хорошие новости из Израиля. И, конечно, у нас, в нашей Америке, передача называется «У нас в Америке». Так что я желаю вам только добра, счастья и благополучия, и здоровья, конечно же. До встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Арий Каган, и всего вам самого-самого доброго. С вами был Арий Каган. С вами был Арий Каган. С вами был Арий Каган. Продолжение следует...